Приветствую вас на канале Киташопинг. Сегодня очередная посылка из Китая. Распакуем ее. В прозрачном пластиковом боксе можем видеть цифровой измерительный 150-миллиметровый инструмент под названием штангенциркуль. Предназначен он для измерения наружных и внутренних размеров, а также глубины отверстий. По какой-то причине, как видим, дисплей уже включен. Видимо, очень чувствительная кнопка включения, но это не так страшно. Думаю, вам уже понятно, что данный штангенциркуль – представитель бюджетной линейки подобного инструмента. Можно назвать его бытовым. Приобрел я его всего за 5 долларов. Соответственно, вот эта коробка-бокс для хранения и транспортировки – такая довольно простенькая. Все элементы штангенциркуля выполнены из пластика. Это штанга, подвижная рама, измерительные губки и линейка глубиномера. На передней части корпуса имеются две кнопки – красная, понятно, включение-отключение, а вот желтая с надписью Zero – это сброс к нулю. Или обнуление текущих показаний. Она особенно пригодится в случае калибровки. Синяя кнопка вверху служит для смены единиц измерения между миллиметром и английским дюймом. Вот так это выглядит. Inch – это дюймы, а миллиметр тут понятно. В основании подвижной штанги имеется линейка глубиномера. Но сейчас она вот спрятана. Переворачиваем инструменты. Тут информация о точности измерения. Она составляет 0,1 миллиметра или 0,01 дюйма. Элементом питания могут быть батарейки модели CR44 или LR44 с напряжением 1,5 вольта. Ну а теперь перейдем к тестирующим замерам при помощи подручных средств. Для определения точности наружных измерений послужат буры от перфоратора на 4, 6, 8 и 14 миллиметров. Начну с самого маленького диаметром на 4 миллиметра. Показания совпадают. Далее замеряем на 6. Показания верны. То же самое на 8. И самый большой из имеющихся буров на 14. Так, 14. Отлично. Тест на точность наружных измерений штангенциркуль прошел. Теперь переходим к тесту точности внутренних измерений. В этом мне поможет набор инструментов торцовых головок разного диаметра. Начну с 14-й головки. Итак, показания штангенциркуля совпадают. Далее на 17. Все в порядке. Ну и последний размер 24. Есть. Оба теста пройдены. Можно было еще проверить линейку глубиномера. Но не буду вас томить и до рутиной. Думаю, и так с ней все в порядке. Вывод таков. За свои деньги неплохой аппарат. Конечно, для лабораторных точных измерений не подойдет по понятным причинам. Однако для измерения в быту то, что надо. Доступный инструмент по цене для каждого. До следующего использования возвращаю его в бокс. Батарейку, конечно, выну, потому что кнопка включения живет своей жизнью. На этом обзор подошел к концу. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok